Шалом уважаемый, с вами снова Илья Механик и это четвертая серия, посвященная восстановлению моего любимого мотолосипеда Илья Гауя. И сегодня в гараже, соорудив не такой небольшой примитивный верстак, я попытаюсь открутить заглушку. Я взял ключ от болгарки, обычный ключик, оказывается разболтовка в стандартной болгарке 125 подходит, зажал ее свечой зажигания и сейчас, раздвинув до больших размеров мои тиски, Вот и они даже вышли из зацепления, попытаюсь это дело все, благополучно отвергнуть, не знаю выйдет или нет, сейчас пробую, ага тиски выворачивает, не пошло, так сейчас попробую применять рычаги, Такс. Ага, да, два раза, два раза. Так, тиски выворачивают, на её долго-то. Так вот, вот сюда. получается толкать от себя не идет сейчас мы переставим тиски по-другому, крючок на 22 видите, выворачивать тиски тиски не по размеру вообще, кстати, не повторяйте, не портите раритетную технику если вам позволите потому что я заработал на эту технику сам только чувствую это и делаю болтазар болтазар не видно не жёсткая система в общем, гибло это дело походу откручивать потому что мне все на форуме кидают фотографии что кто-то там, когда-то там раскручивал это безобразие ну, целая поверхность может, конечно, у меня тиски говно, мне надо верстак нормальный так, смотрим, что тут не, ничего ну, всё ну навіть и не порвогрухнулось ну попытка не удалась к сожалению ладно поехали не не она не она она вот она она sons Мне так полегко с одного захода маленьким диском все отрезать. Сейчас перевернем. Режем дальше. Все. Итак, ну вот мы его отрезали. Теперь будем удлинять. Вот слышите? Это у нас идет дождь. 7 января. Поверх снега идет дождь. Сплошная корка все будет. Ну а мы заканчиваем пилить раму. Итак, я уже с третьей попытки снимаю этот дубль. Вернее эту часть рамы. Сейчас рама к нам стоит вот правой стороной. И обратите внимание на задний петух или дропат. Как он там правильно называется. Я не в курсе. Извините. Я немного необознанный человек. Вот. Я просто называю вот штука. Вот и делаю в том месте. Тут по идее на 1961 год должен быть вот такой сектор под натяжитель. Там консольного типа натяжитель. И вот второй болт фиксирующий должен ходить вот в этом секторе. Как видите, тут ничего нет. И даже места от сварки нету. То есть это родное. Зато у нас есть вот такое вот красиво луженое место на раме. Вот это более похоже на родной натяжитель педального привода. То есть вроде как на Риге 5 идет натяжитель уже вот здесь. А вот здесь вот такое интересное место из-под сварки. Вот вам и нюансы. Гаве 61 года. Такое вот. Не все по мануалу. Не все по картинкам. Я предполагаю, что тут могли переварить там что-то куда-то там-то. Но... Но год 61-й было четко выбито на подседельной хомуте. Я его, кстати, сегодня срезал. Будем доваривать все это безобразие. Вот тут вот я отмыл. Будем тоже варивать эту трубу. Варить капитально. Ну, попытался, кстати, отмыть. Но, как видите, гаечка не так, как по мануалу. Там от чего-то там-то. Я пытался раскрутить. У меня не вышло. Тут надо, скорее всего, в две руки это все делать. Ну, и вот этот интересный вопрос с натяжителем. Это вот вроде как латунь чешотом лудилась там как-то. Примерно как-то так. Вот из гидопа ларки. Вот такой же, как и тот второй дропаут идентичный. Вот это вот заводское. Куча вопросов. Ну, и будучи дома, вечером я немного погуглил. И для себя открыл небольшую информацию, очень полезную. Из доступных мне источников в интернете, известных гауи с задним натяжителем, было только две. И фото такие не особо разборчивые. Но я дальше нагуглил и попал на форум дырчик.су. Вот реплики старого нашего любимого дырчика. И там была тема с восстановлением гауи. И вот я увидел вот такую вот интересную фотографию. Обратите внимание на вот эти следы сварки на правом луче рамы нижнем. Вот как и у меня походу. И вот он родной гаусский кронштейн для подножки с натяжителем вместе. То есть скорее всего на моем мопеде применен не родной кронштейн. Вот сейчас еще. Вот другое фото. Тоже подробное. Вот как он выглядел. Он очень широкий был оказывается. Не тот тонкий как у меня. И на нем уже располагался ролик натяжителя. Вот на том же дырчик с левой стороны вид этого кронштейна. То есть похабно привальный. Я подозреваю что это тоже неродные сварочные швы. Но вот очень похоже на мою ситуацию. В том же расположении крепления заднего крыла в том же месте. Вот. То есть. Тут еще проблемы и с держателем подножки. Подножкой мне говорили самому что подножка у меня вроде как неродная. Но в интернете до конца нет точных фотографий. Зачастую. А знатоки апеллируют к инструкциям. Вот кстати 61 год. А уже натяжитель должен стоять на подножке. Что еще поделано было. Это китаец. Он до сих пор еще не уехал. Я вот кучу всего сегодня перемыл. Попытался пополировать крышки. Но войлок мой забился. И ему все уже. Пора будет его заменить. Там вот в запчасти помоют эти пиросинчики. Крышечки все. Картера вон. Ну и уже напоследок думаю головку чуть помою. Попробую открутить. Но как видите ничего не вышло. Ладно. Пойдем может взять Юрий. У него тиски нормальные. Может у него открутится. Так что спасибо всем за внимание. Ожидайте следующей серии. Всем пока.